Вирус H1N1 выявлен у 16 человек в Азербайджане, заявил главный эпидемиолог республики Абдулла Агаев. Вирус H1N1 выявлен у 16 человек в Азербайджане, заявил главный эпидемиолог республики Абдулла Агаев. Он отметил, что факт наличия у этих граждан вируса подтвержден как противочемной станции Минздрава республики, так и Всемирной организации здравоохранения. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманжи заявила о выявлении в республике вируса H1N1, однако уточнила, что этот вирус не является свиным гриппом. Сейчас в мире, в том числе в Азербайджане, как и каждый год распространены сезонные гриппы. По ее словам, вид вируса, называемого H1N1, существует 10 лет. Но это не свиной грипп, а обычный сезонный. Свиной грипп – это вид гриппа, который сначала поражал свиней, поэтому он и называется свиным. Затем этот грипп перешел на людей. После того, как грипп стал распространяться уже среди людей, то есть стал переходить от человека к человеку, он стал именоваться сезонным гриппом. Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ. Об этом сообщили в Минобороны Армении. О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны не ответили, сославшись на секретные данные. Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ. Об этом сообщили в Минобороны Армении. О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны не ответили, сославшись на секретные данные. Также отмечается, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного из России кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации. Су-30СМ – многоцелевой истребитель российского производства. Главная задача этой машины – завоевание господства в воздушном пространстве. Он способен выполнить поставленные задачи вне зависимости от погодных условий и времени суток. Кроме воздушных целей, он может эффективно поражать наземные объекты, а также проводить разведку и передавать данные о предполагаемых целях другим самолетам группы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал новоизбранным депутатам давать меньше интервью, а вовлеченных в международные структуры представителям фракции «Мой шаг» и вовсе держать рот на замке. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал новоизбранным депутатам давать меньше интервью, а вовлеченных в международные структуры представителям фракции «Мой шаг» и вовсе держать рот на замке. Существенная часть депутатского корпуса лучше молчать, и это понимают даже в самой команде Пашиняна. Этот короткий период показал, что публичные выступления, особенно некоторых депутатов, становятся источником проблем для власти и премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее некоторые депутаты от правящего блока «Мой шаг», в основном молодые и неопытные, отличились скандальными высказываниями, после чего были вынуждены объясниться предообщественностью. Так, к примеру, член блока «Мой шаг» Айк Канджарьян назвал Иран авторитарным государством, чем вызвал немало шума в соцсетях. Вот войск в Венесуэлу обернется для американцев катастрофой. Такая нота прозвучала из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот войск в Венесуэлу обернется для американцев катастрофой. Такая нота прозвучала в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отвечается, что Вашингтон продолжает политику цветных революций, используя демократию в качестве повода для вмешательства в суверенитет другого государства и смену неугодной власти. О том, что в гостепе серьезно думают о государственном перевороте, свидетельствует присяга Хуана Гуайдо, названного американскими официальными лицами Временным правителем Венесуэлы. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что заявление Дональда Трампа о вероятности военного сценария вызывает крайнюю тревогу. Подобное сообщение доносилось не только из Вашингтона, но и некоторых других столицах мира. Стоит отметить, что глава Белого дома все-таки пояснил, что военное вмешательство возможно, но не является приоритетным планом на текущий момент. Российские дипломаты считают, что очередной ввод войск в иностранное государство повлечет для штатов катастрофические последствия. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.